Сегодня я хочу рассказать, ну, немножечко продолжить предыдущее видео. Там я рассказывал про СПО Белуги и что произошло. Очень хороший момент для того, чтобы рассказать о том, что же такое, в принципе, СПО, как оно происходит и почему произошло именно так. И почему я особенно не переживаю. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Ну, в прошлый раз я рассказывал об СПО Белуги. Это крупнейший производитель алкоголя. И они, кроме того, что производят, они решили развивать сектор розничных продаж. То есть, свои фирменные магазины, целую сеть открывают. Они, значит, уже начали это делать. Сеть магазинов Винлаб. И, вероятно, они протестировали этот бизнес. Он оказался достаточно прибыльным. Поэтому они решили это дело расширить сильно. Для этого требуются деньги. И для этого они решили довыпустить ценные бумаги. То есть, ценные бумаги – это участие в бизнесе. То есть, они приглашают к этому инвесторов, которые должны получить прибыль. Ну, вот так чисто логически. Теперь, что же такое СПО и как оно выглядит? СПО – это то же самое, что IPO. Только СПО – это увеличение количества ценных бумаг на бирже. И оно тоже регистрируется. И это как бы отдельный бизнес. И оно должно быть… То есть, любое вливание вот этих вот дополнительных ценных бумаг должно обеспечено быть чем-то и кем-то. И IPO тоже обеспечено чем-то и кем-то. Поэтому для того, чтобы зарегистрировать СПО или дополнительный выпуск ценных бумаг, какая процедура происходит? Ну, естественно, собираются там все необходимые документы, обоснования и так далее. Подается в Минфин для регистрации этого выпуска. И заключается договор и при IPO, и при СПО с андеррайтером, так называемым. Кто такой андеррайтер? Андеррайтер – это крупная финансовая организация, финансовая повышенная, у которой огромное количество денег, и которая делает все это, вот, все это мероприятие, организует. И оно, естественно, получает за это какие-то деньги. То есть, какой-то процент за организацию всего вот этого получает вот эта вот крупная финансовая организация. Но кроме того, что она получает деньги, она еще и берет на себе обязательства. То есть, смотрите, если получится так, что покупателей не находится, то там в соглашении, насколько я понимаю, должно быть прописано, что если сумма вот упадет ниже там определенной, то андеррайтер берет на себя обязательство выкупать эти ценные бумаги, ну, либо отменять дополнительный выпуск. Это будет вообще полный провал. Вот. То есть, андеррайтер берет на себя обязательство выкупать ценные бумаги. Кроме того, перед вот участием в СПО компания, старые акционеры, те, которые существующие, вроде как приняли на себя обязательство не продавать свои акции, потому что, ну, это вызовет падение цены этих акций, потому что, ну, кто же будет покупать эти акции, если сейчас дополнительный выпуск, и дополнительный выпуск, как вы помните, там цена аукциона определена в пределах 2800-3200. Вот сейчас вы видите график. 2800, вот она, нижняя граница. А 3200, давайте сейчас я вот очерчу эту просто, как бы, границы. Вот примерно так. 2800-3200. Вот это границы аукциона. То есть, вот здесь вот подаются заявки. Если люди подадут заявки на 3200, то, значит, они будут точно исполнены. Если по 2800, то, в общем сказать, вряд ли они будут исполнены, потому что, ну, как бы, они идут в последнюю очередь эти заявки. Я подал, как вы помните, я сказал на 2900. Вот, вот, но мы живем в России, друзья мои, и поэтому у нас в России все как-то вот немножечко получается, ну, кривовато регулярно. То есть, либо, значит, рекламная кампания недостаточно хорошо проведена, хотя вот вовсю старались там брокеры, да, либо что-то пошло не так. Ну, то есть, короче говоря, смотрите, вот эти акции, которые будут куплены по СПО, они ничем не отличаться будут вот от тех акций, которые старые. И поэтому, ну, как бы, есть желание у тех людей, которые держат акции Белуги, а почему бы их не продать по текущей цене и купить на аукционе вот по цене, ну, 3200, например, понимаете? И вот это вот падение, я, как бы, ну, вроде бы старые акционеры приняли на себя обязательство не продавать эти акции, ну, кто, ну, есть же еще, ну, может быть, главные приняли на себя обязательство, наверняка они на себя это приняли, но хочется же навариться и хочется навариться тем, кто имел эти акции по 3 тысячи, скажем, ну, вот 700, да, рублей. Быстренько их продать, а потом купить по 3200. Ну, очень хорошая идея. Что, собственно говоря, и объясняет вот это вот падение, потому что, ну, крупные, может быть, не работали, но остальные-то, ну, в общем, так сказать, нажиться у нас все любители, вот, на халяву. То есть это инсайдерская информация, грубо говоря, ну, не инсайдерская даже, все объявлено официально, и те, кто держали вот мелкие, которые на бирже купили, ну, естественно, они вот начали продавать. Тут, значит, что у нас тут? Смотрите, вот она. Объемы повышаются. Ну, кто-то выкупил это, эти продажи, и цена вернулась. Дальше она немножечко продержалась, но снова, в общем-то, жадность взяла перевес, и бумаги начали падать дальше. Ну, и вот здесь, перед самым уже аукционом, уже 8-го числа, аааа, заявки принимались. До 8-го числа уже было, может быть, просочилась информация о том, сколько заявок принято и так далее, и начали сливать акции, потому что было понятно, что акции уйдут не по самой высокой цене, а примерно, вот как я и назвал цену, 2 900. И когда я увидел, что они продолжают падать, я вот сегодня позвонил своему менеджеру, говорю, слушай, может снизить цену до 2 800, но хотя, в общем-то, прием-то заявок уже завершен, он сказал, что там как бы непонятно что, но до 2 800 вроде бы снизил. Вот, но что произошло? Акции упали равнехонько до 2 800, где тут вот, видите, повышенные объемы, их выкупили, ну, те, кто обязан выкупить, просто, так сказать, андерайтер и так далее. То есть, с самого начала было понятно, что ниже, чем 2 800, они упасть просто не могут, ниже, чем нижняя цена аукциона. Все, ну, это исключено просто. Вот, потому что, ну, есть обязательства, и как бы планы есть, то есть, как бы, ну, они напряглись, там взяли в долг, может быть, даже. Может быть, андерайтер выкупил по этой цене, и эти акции были выкуплены. Ниже он не упадет практически наверняка. Дальше, после того, как состоится аукцион, акции пойдут вверх к своей нормальной цене. Почему? Потому что, как я показывал, вот основные финансовые показатели. Выручка 2020 и 2021. Ну, здесь, наверное, очевидно, во-первых, по МСФО, ну, как бы, она растет год к году. Выручка, ну, вроде как, ожидается рост, ебеда, чистая прибыль растет, чистая прибыль, год к году. Ну, вот здесь, в 2021 планируется, что она будет немножечко, ну, с регистратами ниже. Вот, рентабельность, чистый долг, П на Е, 25,3, 17 и 10. Ну, чем ниже П на Е, тем лучше. И давайте посмотрим, вот здесь вот есть характерная еще табличка по сравнению с конкурентами. П на Е, смотрите. Белуга групп, ну, вот те самые цифры, 25, 17, 10. Дальше, развивающиеся рынки. 58, 52, 44. Вы видите, в разы отличаются. Шанхи Хихоа, 97, 89, 67. Еще хуже. Юнайтед Спиритс, 14, 49, 39. Тоже так себе, в общем-то. Сейчас я попробую увеличить. Сток Спиритс, 32, 15, 14. Ну, более-менее сопоставимы. Это чешская фирма. Вот. Ну, здесь с развитых рынков Lucas Balls более-менее приближается. Все остальное 15, 50, 38, 52. Ну, в 21 году. 13, 14, 63, 45, 46, 23, 29. То есть, Белуга на этом фоне выглядит, ну, не то, что не хуже. Одна из лучших компаний. И, соответственно, понятно, что все у нее должно быть хорошо. Достаточно стабильная компания. Акции стабильные. И все с ними будет хорошо. Но будем наблюдать, будем смотреть. Ну, вот по розничной... А, розничные сети. Посмотрите, розничные сети как раз имеют P на E 13, 12, 10, 12, 22, 13, 13. То есть, что... О чем это говорит? О том, что те, кто занимается розницей, у них P на E ниже. То есть, у них ситуация с финансовой, так сказать, экономической ситуацией лучше. И поэтому ожидается, что Белуга в результате, когда она разовьет сети розничной торговли, то у нее P на E еще улучшится. И поэтому вполне перспективная покупка. И всем, кто ехидничал, ну, могу сказать, вы ехидничаете. Дальше. А мы посмотрим. Тем более, что здесь я, в общем-то, ну, даже если 2900, моя заявка будет выполнена, то, в общем-то, так сказать, потери минимальные у меня будут по сравнению сразу же после SPO. Ну, а потом только вверх. Ну, а вы наблюдайте. О чем я еще хотел сказать? О том, что вот недавно я говорил про портфель сына, что я ему посоветовал купить Акадию. И с гордостью могу сказать, что Акадия у нас вот она. Вот. Я, во-первых, ему посоветовал. Во-вторых, я говорил, что еще одному знакомому, так сказать, он тоже купил. И я тоже взял, не растерялся, и тоже докупил Акадия Фармацевтиклс. Теперь у меня, вы видите, на рынке SPB Акадия Фармацевтиклс имеет самый большой вес в портфеле, то есть 32%. В портфеле это Акадия Фармацевтиклс, потому что я решил, что она начинается рост, а падала она ниже некуда. Сейчас я масштаб изменю. Вот, посмотрите, как она падала, когда комиссия по лекарственным средствам сказала, что она дайте дополнительную информацию. Вот как она упала. И, значит, дальше она еще продолжила падение, потому что в связи с падением выручки и так далее. Ну, а сейчас начался рост, она уже отыграла вот это вот падение. И, ну, по крайней мере, есть все шансы, что она вырастет до 30%. Ну, за буквально несколько дней вот эти вот, которые прошли, вот где я ее купил, вот где-то здесь, да, понимаете, да, докупил, и вот она выросла, она принесла мне 16,27% прибыли, ну, что соответствует 250 долларам США. То есть, здесь я радуюсь как дитя. Ну, с Белугой, я думаю, тоже все будет хорошо. Вот. ну, и вообще, я считаю, что акции это хорошо, что акции должны расти все время, я тоже об этом рассказывал недавно. Вот, такие мои соображения, что вы думаете по этому поводу, напишите, по поводу Белуги особенно, потому что, ну, вопрос может быть спорный. Вот, ну, а на сегодня все. традиционно лайк, подписка и до встречи. С вами был Демитков Юрий.